Народ Краснодар, всем привет из солнечного Краснодара! В этот раз это, ну можно сказать, центр. Вчера я был в музыкальном районе Краснодара. Если вы не видели вчерашнее видео, обязательно пройдите на одно видео назад на канале и посмотрите, как я ходил там по всяким лужам, общался с людьми. Музыкальный район, я вам так скажу, он отличается от центра. Что касается сегодня, я иду сейчас на очень-очень важную встречу. 25 лет назад вот здесь, в Краснодаре, жила-была замечательная девушка. Но 25 лет назад так получилось, она уехала жить куда? В США. И последние 25 лет она жила там. Но зов предков Краснодар зовет, Кубань зовет, Россия-матушка зовет. И вот буквально какое-то время назад, совсем недавно, месяц там, два-три, она вернулась после 25 лет жизни в США, она вернулась ни в Москву, ни в Питер. Она вернулась сюда, в солнечный Краснодар. С сыном, сын взрослый, вообще не говорит по-русски. Это просто офигеть. И вот сейчас я иду на встречи с ней, чтобы узнать, ну а вот что побудило ее вернуться из Далласа. Насиженная жизнь, хорошие работы были, дом там прекрасный, все там было у нее. Но вернулась в Краснодар и живет здесь. Какие западные СМИ. Ну конечно, такая встреча, такое общение, ну гораздо интересней, чем переводы западных СМИ. Западные СМИ тоже переведем обязательно. Но сейчас наши возвращаются и обязательно нужно об этом поговорить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда ты переехала? Буквально недавно. Да, ну в принципе уже окончательно. Я перебралась в октябре 2023. Я вот сейчас недавно уезжала на свадьбу к дочке, улетала. Ну короче, несколько месяцев назад. Неделю назад вернулась окончательно. Вот, вот, значит, из Техаса, из США люди наши перебираются в Краснодар. Ну а тебе, скажи, тебе привычные вот такие вот виды? В Техасе же нет такого? Да, в Техасе такого нет. Рынок? Рынок непривычен, естественно. Ну, я, скажем так, конечно, знала, что что-то ожидать можно. А вот когда мой сын приехал, и мы только первые дни начали ходить вот по Краснодару, то у него, конечно, был шок культурный, да. А сын, на секундочку, сын никогда не был в России. Никогда не был в России. Вообще никогда не был. И он приехал, и вы пошли вот так гулять. Да, пошли гулять. И я, честно говоря, же ему сказала, что, ну я когда здесь была сама, я только показывала красивые со мной места, да, то есть там фотографии с галереи, видео с хороших ресторанов. Ну вот какие у него впечатления, например, от рынка были? Мы ходили на сеной. А, на сеной. Наверное, не лучше. Ну, 44 градуса было жары, заходим, ни кондиционера, ни вентилятора, ничего. Люди стоят просто в умирающем состоянии, и мы с ним выскочили через 3 минуты. А он по-русски говорит? Практически не говорит. Не говорит. Вот смотрите, человек у нас приехал из США в Краснодар. Ага. И мы вот снимаем, да. А, нет, не надо мне, он все видит. А, нет, 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 давай, 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 давай. Давайте. А, если сколько, где-то график живет? Значит, вы тоже здесь отсюда, да? А вы откуда? Мы просто тоже отсюда. У нас приехал человек из Далласа, Техас, в Краснодар. У вас кто-нибудь на английском говорит здесь? Нет, не говорят? Нет, не говоришь. Короче, приведем сына на английском, вот вы будете практиковаться с ним. Да, я тебя снимаю с этого. Причем сами хотят засняться, а потом начинают стесняться. Не, ну, то есть, когда сын смотрел на все, вот на такую обстановку. То есть, это же не то, что он ожидал, и не то, что я, видимо, преподносила, когда я здесь приехала сама. То есть, я вижу самые лучшие места, да, то есть, я и хожу обычно по хорошим местам. Вот я иду в галерею. Да. Да, очень красивая галерея у нас. Рестораны очень хорошие. Я показываю сервис, я показываю еду. А на рынок нет? А на рынок, да, я не показываю. Подожди, а трамвай, вот трамвай едет. Нам трамваем повезло. За наших ничего не говори? Это нормально. Нормально, да? Нормально, да. Вот, нам повезло, нам вот такой, вот, Женя, смотри, вот такой нам попался трамвай. Вот такой вот. А, и он поехал нормально, да? В том плане, что в нем кондиционеры есть. Ну, и, короче, ты прокатила сына. Да, все нормально. С этим трамваем пошел нормально. Единственное, что, когда ты ездишь по старому вот этому центру, где второй Краснодар, вот эти вокзалы, там тоже граффити везде. А остановки, вот давай подойдем, как он на остановки реагирует? Наши. Плохо, да? Да. Я понимаю, что в Далласе в самом тоже есть вот такое. Но мы там же не живем, мы, да, мы уже живем в хороших районах. Ездим на частных площадках. То есть у вас такой премиальный дом, премиальное было все там, да? Да, и здесь-то тоже дом премиальный, но вокруг дома разруха. То есть таких остановок? Там же мало таких вот, Дарт называется, Дарт, это линия трамвайная. Их на самом деле мало. Как ты оказалась в Америке? Почему ты раньше в Краснодаре жила? Ну, я вообще Краснодарская. А, ты местная? Я местная. Когда ты уехала? Примерно 25 лет назад. То есть 25 лет назад ты покинула прекрасный Краснодар и уехала в Даллас? Да. Прямо конкретно сразу в Даллас, и там я все это время и жила. Я работала в Кока-Коле, именно здесь, в Краснодаре. У нас в Волгограде есть завод, называется Кока-Кола Ботлерс. Я была заведующая всем маркетингом отделом по Северному Кавказу. Там я познакомилась со своим американским мужем, и я вышла замуж здесь, в Краснодаре. Человек с Америки переехал в Краснодар. Вот, вернулась. 25 лет жила в Америке. Она? Она, да. Вот, наши возвращаются. Дай вам здоровье. Да, спасибо большое. Ты, получается, с мужем своим американцем познакомилась в Волгограде на заводе Кока-Кола? Да, в Краснодаре. В Краснодаре. Там завод, а в Москве представительство головное, а в Краснодаре по Северному Кавказу. Это маркетологи. Но я имею в виду, он иностранец, работал в России тогда. Вот что я пытаюсь понять. Да, да. Вы тоже снимаете? Да. И мы снимаем. А у нас, знаете что? У нас, на самом деле, человек переехал после 25 лет жизни в Америке обратно в Краснодар. И мы снимаем разговор. Наши возвращаются. Зачем? Меня Никита зовут. А меня Женя. А мне Юля. Юля, а кто переехал? У меня Дарья. Вот. Дарья, очень приятно. Что вы делаете? В СМИ. Сайты, ресурсы, СМИ. Подождите, но у вас тематика какая? Город, край. Ну вот, наши вернулись. Почему вы вернулись? Самый главный вопрос. Ну, для нашей ощущения, что Америка распадается. А Россия нет. О, ну... 25 лет, когда я уезжала отсюда, и то, что я вижу сейчас, я вижу разницу наоборот, позитивную. Конечно, я понимаю, что вот старый центр, когда гуляешь, но вы того же самое в Далласе увидите. Нет, вы хорошее место выбрали, чтобы здесь погулять. И вот неделю назад мы вернулись с Техаса. Ну ты-то ладно, мы больше переживаем про сына твоего. 21 год, по-русски не говори, а американец. Нету возможности найти девочек, нету, сюда мы только приехали. А, он там не может найти девочек? Нет, нет. Здесь, здесь навалом. Вот, Женя. Здесь найдет сразу, правильно же говорю? Он только приехал. Сразу пусть идет в архитектор. У нас знакомый, который знает английский язык, они его просто взяли, вот так и повели. Первый бар уже ему девочки дали телефон. Девочек-то полно. Он с такими глазами. Если парень с акцентом заходит в бар с американским или там англо-какиндаром. Все, все. Это не в том, что с эвакцией, а то, что он видит девочек, ему нравится. Все, счастливо. Поэтому вы не захотите. Краснодарский край, рай это Краснодарский край. Если есть на свете рай, это Краснодарский край. А ты подожди, то есть ты говоришь, что у сына были проблемы, он в Далласе, но с девочками сложно, да? А ты не видел еще видео моего сына, у меня же сын красавец. Красавец? Ну, Брэд Питт. Брэд Питт? Брэд Питт. Я могу один-поцентрировать. Я могу. Ты знаешь. Очень сложно найти девочек. Даже не то, что там вообще серьезных отношений, даже просто пойти в кино не с кем. В Далласе? Да. Смотри, я люблю заходить в жилые дворы. И походу у меня вопрос. То есть ты с мужем познакомилась здесь, он был иностранец, работающий в России. В Кока-Коле. В Кока-Коле. И вы, получается, 25 лет назад, после регистрации брака, свалили в Даллас. У него закончился контракт. Сейчас, подожди. А это больница, да? Поликлиника. А мы знаете, что снимаем? Человек 25 лет жил в США, вернулись, наши возвращаются. 25 лет, представляете? Вот скоро придут к вам, наверное. Да, лечиться приду. Лучше России нет ничего. Лучше России нет ничего. Лучшестяница ездила в Америку и сказала, что там вши везде. Да ладно, где вши? Бомжей много. Ну, бомжи, если ходить по таким районам, да, специально. Да, очень много этих. А у нас, в Краснодаре же, вот я не вижу бомжей нигде. Да есть. Есть, да? Есть. В центре перестань, полно. Вы знаете, что? Когда вот утром рано идете по Красной. На скамейках сидят. Вот я видела, что на скамейках кто-то сидел. Так это вот они едят. Слушайте, я ночью хожу по Красной. А вот здесь, вон, на лавочке алкаши. Вот здесь? Ну, это... Вот на этой лавочке, да, один, там дальше другой, под церковью человек, наверное, 5 или 6. Ну, это 5 или 6, они... Сколько сейчас? Сейчас в США официально почти миллион бомжей. Ну, у вас там 350 миллионов. А здесь сколько? Ну, это официальных. А сколько неофициальных? Ну, короче, в любом случае, наши возвращаются потихоньку. Не говорю, что огромный поток с Германией... Едет, да? Да. У меня подписчики, они же не только американские. У меня подписчики... Вообще все смотрят, как я вот... Мое путешествие, да, и за мной следят. Наши соседи живут. Сын уехал в Америку и живет там. Ну, пока живет. А вот знаете, вот мне даже интересно, вот если иностранец с ребенком приедет, или с двумя-тремя, он может как-то прикрепиться в поликлинике? Нет, он может, если у него будет страховой полис. Нет, разовую медицинскую помощь мы можем оказать. Вот просто он придет, и двое детей заболели. А прописки нет, да? Нет, разовую. Если вы пришли в нашу поликлинику, мы окажем вам помощь медицинскую разовую, а потом уже будьте добры, становитесь к нам на учет. На учет. Ну, а для этого ему нужно прописаться где-то, да? Ну, главное, медицинский полис, чтобы был, да. Страховой. А страховые полисы у нас? Нет, вы можете не прописаться. Вот вы сняли здесь квартиру. Наговор аренды принесли, предоставили. Этого достаточно будет. Этого достаточно. Медицинский полис, главное, чтобы был. Все, спасибо огромное. Спасибо большое, надо будет заняться. Да, ну, возвращайся к твоему мужу. То есть, соответственно, и вы уехали в Даллас. Да. И все, с того времени, вот 25 лет назад, вы живете там, купили дом, родили детей. И, ну, особо так, наверное, ну, приезжали несколько раз, да? Можно сказать, не приезжали. То есть, приехала один раз я, но я уже была беременная. У меня оставалась квартира в Краснодаре. Мне пришлось просто приехать, ну, тупо, и продать эту квартиру просто. Ну, самое главное, вы за 25 лет особо много не приезжали. Мы ездили. И когда ты жила, получается, все эти 25 лет, ты что делала в Штатах? Я была, как бы, бизнесвумен еще в Краснодаре. И когда я приехала в Штаты, я сразу решила, что нужно брать, как бы, БК за рога. За рога. Да, за рога. И тоже в эту же сферу, ну, в корпорации крупно вливаться. И я устроилась на MBA, так называемый, мастера в бизнес-администрейшн. Я знаю. Вот, и у меня мой маркет-ресерч, исследование рынка. Короче говоря, исследование рынка, разведка конкурента, моя специализация. И оттуда уже, это была моя первая работа, была в Самсунге, потом в Нокии, потом Тимобл. Ну, в общем, сотовая связь, телекоммуникация, мобильная связь. То есть ты работала в таких серьезных корпорациях? В очень серьезных корпорациях, да. С хорошей зарплатой? С очень хорошей зарплатой. И мы уже построили там дом в модерн, в стиле модерн, по частному проекту, со своим архитектором. Ну, то есть у вас там было все супер. И, кстати, замечательный храм краснодарский, один из многих. Таких, ну, не особо вдался. Ну, да что, в Далласе шикарный храм. Православный? Православный, да шикарный. Его построили мигранты в 1950-х годах святого Серафима. Прямо в центре Далласа, возле университета СМЮ. Серьезно? Службы, особенно на Пасху, на русском языке. Батюшки все говорят на русском языке, американцы с акцентом. Батюшка Джон. И они все проходят практику в России, в каких-то вот, ну, сколько я вот с ними разговаривала. Сын у меня там крещен был, мы крестились, сына в соборе, да. Ну, то есть православные есть в Далласе? Есть. Есть? Просто я почему спрашиваю, потому что многие американцы, да и не только, кто прожил 25 лет, они приезжают и с таким изумлением часто смотрят вот на эти храмы. У меня один знакомый, европеец, зашел один раз в Москве и такой, как будто средневековье какое-то. Я говорю, ну, такие традиции, ну, какое средневековье. И сейчас, насколько я знаю, там украинцы открыли какую-то свою... Свою церковь? Свою церковь. Ну, у них собор, как у нас, а типа молильного дома. Назвали, естественно, что это украинская там православная церковь. И они начали вот, прихожан, это оттягивать, значит, к себе. Ну, наша, это русская православная церковь. Наша русская православная, да. Да, да, московский патриархат. В Далласе нет такого, да? Чебуреком можно купить только в армянско- или еврейских магазинах. Они называются обычно СССР-маркер, например. Вот так вот, грубо с вкусом. Но чебурек будет стоить, ребята, 4 доллара. 4 доллара. 4 доллара, да. То есть, ты не наешься чебуреком. Но на улице вот так в Далласе таких вот киосков нету, да? Ну, с чебуреками нет. Есть мексиканские там всякие косодиевки. Это я знаю, да, да, да. Да, конечно, на чебурек и капусту, там, картошку вы не купите, там, не какой чебуречек. А если даже зайдете в какой-то специальный русскоязычный магазин, ну, там все туда, армяне, украинцы, туда все. То, соответственно, цена будет 4 доллара за чебурек. Понятно. Поэтому у меня сын сейчас просто отъедается. Он сказал, мама, еще мы тут побудем неделю, я уже не везу ни в одну одежду. Да пусть ест. А вот год семьи. Вот таких вот вещей нету у вас там, я имею в виду социальная реклама? А, нет, нет. Нет, не делают? Child free? Child free. Ну, серьезно, вот, например, какие-нибудь рекламы, кем, знаешь, там, пиар семьи, пиар отцов, пиар детей, есть такого? Нет, нет, нет. То есть, комплект или оппозит, то есть, наоборот, совершенно наоборот, пиар это смешанные браки, то есть, если семья, это черный должен быть папа черный. То есть, это популярно, да? Любой сайт, заходите, открывайте любой сайт, из там для семьи товары, это будет черный папа, черные дети, белая мама. Да? Никогда не наоборот. Очень интересно. Вот, то есть, идет навязывание смешанных браков именно в одну сторону, то есть, должны быть черные отцы, и вот это девочкам с детства прививаются, особенно на примере вот этих кардашьянов, потому что кардашьяны типа модели, они все замужем-то черными. Ага, я понял. Понял, да? И вот эта вся тема идет с детства. Замужество, дети, дом прекрасный, работа, карьера, все круто. Мне кажется, у любого нормального человека возникает вопрос, зачем ты все оставляешь и какие мотивы, вот, ты приехал сюда, вот. Ну, я хочу сказать, может, это будет потехично звучать, но это реальность для будущего своих детей, для будущего своего сына и для возможного будущего будущих внуков, скажем так, да? Которые, я надеюсь, что они будут, если он будет жить в России. Если мой сын не будет жить в России, то уже возникает вопрос, будут ли вообще внуки, будет ли вообще семья у моего сына. Вот здесь очень важно. Это не громкие слова? Нет, это не громкие слова. Это печальная реальность Америки. То есть ты вот прямо так думаешь? Я так прямо и думаю, да. То есть если я хочу, чтобы у меня были внуки, то мне нужно, чтобы мой сын жил в России. А в Америке я не вижу возможности, чтобы он создал семью. По крайней мере, ну, может быть, какая-то там случайность возникнет, теоретически. Но очень маленький шанс. В Америке оно все больше и больше становится под вопросом, с такими ценностями, которые навязываются в обществе, вот, и куда это все движется. То есть это не только мой сын, это поколение, вот это молодое поколение мальчиков от 16 до 25 лет, они сейчас в правовомной пространстве. Это не мое личное наблюдение, я это слышу высказывания в социальных сетях. Илон Маск бьет просто тревогу по поводу того, что идет огромная, по статистике, снижение рождаемости и снижение брака, количество браков в США. И это потому, что с самого детства девочек учат, что вообще мальчики не нужны. А также, соответственно, большая причина, это то, что в Америке, если Байден говорит, что в Америке все прекрасно, экономика растет, и давайте больше давать, давать, давать деньги Украине, дайте, дайте, поэтому наша основная задача здесь сейчас подтвердить непокобелимую поддержку Украине, чтобы дайте, дайте, дайте всегда было для вас доступно. Давайте, давайте, да. То на самом деле американцы видят, что открыты границы, и уже давно открыты, то есть уже три года открыты границы, и по статистике такое количество людей прошло через эти границы, запускаются, которых просто никогда не было в истории США, ни при Трампе, ни после Трампа. Миллионами, то есть говорят, что официально прошло более 11 миллионов человек запустили в страну, а официально говорят, что и 40 миллионов уже запущено. Ну то есть это некая небезопасность? Небезопасность, криминал, экономически растет, соответственно, инфляция, потому что огромное количество денег вливают в Украину, их печатают из какого-то воздуха непонятного, из-за этого, соответственно, растут цены на все, на недвижимость, на питание, сокращение рабочих мест, вообще какой-то глобальный кризис экономики США, которые нам средства массовой информации врут, что этого не происходит, этого нет, и ничего такого не существует. Особенно мы говорим, если о людях, которые более уже такого возраста, за 50, и они думают о том, что не пора ли уже нам выйти на пенсию, да? Женя, за лицкорень, да? Нет, а я тебя спрашиваю практически вещи, потому что сейчас сидит какой-то человек, например, нашего возраста, ну давай, знаешь, там где-нибудь в Иркутске, и он будет задавать вопрос, посмотрит фотки на твой дом и скажет, ребят, что-то вы мне тут втираете, ну назовите реальные причины, то есть причем тут ЛОМАС, причем тут ЛГБТ, сейчас нас могут смотреть, те, кто там живет, Лос-Анджелес, Чикаго, тоже наши, которые прожили там 20 лет, и они будут думать, какая причина, чтобы мне поехать, там, ладно, в Питер, в Краснодар, чтобы так вот реально более приземленно поделиться, то есть ты говоришь, здесь дешевле, ты сравниваешь Техасов, однозначно, ты говоришь, а что дешевле будет? Да все дешевле, да, начнем с продуктов питания, то есть продукты питания, в Америке я вот рассказывала тебе уже немножко раньше, у меня много видео моих есть, как я хожу в магазин и покупаю продукты и показываю прямо квитанции с магазинов, то есть вот буквально 2-3 недели назад я еще ходила в магазин и покупала в Далласе продукты, одна закупка, ничего не покупая экзотического, а не там каких-нибудь устриц или там осьминогов, да, 600 долларов средний поход в магазин, это не считая сходить там за стиральными порошками, там, моющими следствиями, не считая заправку машины, это дополнительно, то есть чисто сходила за продуктами питания, вышла и показала вам квитанцию, 600-650 долларов. Ну то есть семья там 2-3 человека, да, 4, ну 2-3, да, то есть где-то нужно вот в том же Далласе 3 тысячи вместе со всеми бензинами, с поездками, на питание, 3 тысячи долларов в месяц на питание. Базовые такие вещи, аренда, аренда, питание, питание, там всякие какие-то мелочи, там стиральные порошки, то есть это 5. Уже, ну, плюс-минус, допустим, да? 4,5-5. 5, будем считать, допустим, возьмем 5. С еды сейчас вот скажут, она там, наверное, там что-то крутое берем. Да, скажешь, ты там шампанское за 300 евро. Да, это не включая никакого спиртного вообще, не включая никаких-нибудь там деликатесов. Без деталей, потому что я говорю, сейчас люди будут приматываться к этим куриным грузкам, не уходим в детали. Мы говорим про базовый набор продуктов, где-то в среднем 2,5 тысячи до 3. До 3. Плюс квартира 2, то есть это 5 тысяч. Это если квартира, а если ипотека? Это еще там, соответственно, 2,5. Еще там 3, да, 3-4 за ипотека. То есть стало недешево. Вообще дорого. И в среднем, получается, ну вот мы говорили уже, напомни, средняя зарплата вот в Техасе в том же сколько где-то? Ну где-то 4, 4,5. Ну то есть всю свою зарплату надо отдавать на базовые нужды. Да, да. Ну конечно, если там работает оба муж и жена, то еще может куда-нибудь шло. Но если у вас есть ребенок, то за садик еще отдать и 2,5 тысячи. Это если один ребенок, а если двое. Секции все тут очень платные, за секции все нужно платить. То есть это еще довольно-таки дорого будет за любые для детей развлечения. Хорошо, вы приехали сюда. Может быть, деньги есть там на первое время, дом продали. И здесь действительно дешевле жить. Качественнее. Качественнее продукты, это все классно. Но любой задаст вопрос, а работа, а на что жить вы будете? Да, с работой на самом деле, вот я столкнулась, что в Краснодаре проблема. И вот из опыта моих подписчиков и те, кто спрашивает меня о переезде в Россию, это чаще всего люди, у которых уже хотя бы муж на пенсию вышел американскую. Но на американскую пенсию, то есть опять-таки переходим к стоимости жизни в США, уже не проживешь. Сколько пенсия в среднем? Насколько я знаю, что одна из самых больших в пенсии это где-то 3-3,5 тысячи долларов. Это если вы зарабатывали больше 100 тысяч долларов зарплата. Зависит от зарплаты. Если вы зарабатывали меньше, то будете выжить на тысячу с копейками. Ну то есть в среднем? Ну с полторы. Полторы-две? Полторы-две. Ну а как вот, что ты будешь тут делать? Да, ну если ты пенсионер, то естественно заводи себе курочек. Здесь? Здесь. Покупай дом в пригороде, заводи курочек и ничего не делай. Хочешь, путешествуй. Или покупаешь квартиру в Анапе и сидишь, как кстати многие мои форумчанки, то есть девочки с форума, которые мы же американцы, либо они сами уже получили гражданство Америки. Вот они в Анапе купили себе участочек. То есть если у тебя есть доходы какие-то, на что жить, то получается здесь реально комфортнее и спокойнее будет. В том же Геленджике, Анапе, Краснодар, если у тебя есть каждый месяц что-то тебе капает, нормально, то ты здесь в принципе будет круто и в чем-то даже материально и в плане качества еды лучше, чем там. Однозначно. В плане услуг, всякие мотошисты, парикмахеры, там маникюры, педикюры. Кстати, еще одна у меня пример. У меня есть очень близкая знакомая, которая со Швейцарии переехала жить сюда на пенсию. Вот, то есть муж у нее умер, оставил ей пенсию. Например, если у вас в США осталась какая-то недвижимость, которую вы можете сдавать в аренду, пожалуйста, сдавайте свою там квартиру за две... Сейчас тоже цены очень выросли же на недвижимость, на сдачу недвижимости. И вы можете вполне спокойно сдавать там себе свою какую-то квартирку. Опять-таки, учите это про людей, мы говорим, которые давно переехали, давно, и они успели за свои 20-30 лет выплатить. Как ты? Как я. Ну, то есть там можно сдавать и на эти деньги жить? На эти деньги жить, да. Ну, минус там налоговый, заплатил налог на недвижимость. Если говорим про работу... Непросто. Непросто. В Краснодаре непросто. У меня знакомые тоже уехали моего возраста, из Далласа. Буквально после меня они сказали, что бизнес. Сразу бизнес. И либо кто-то открывает какую-то пекарню, либо кто-то, ребята с руками, они открывают какой-то там автомобильный салон, автомобильную мастерскую, да. Айтишники, если переехали, то уже им не особо проблем не будут составать. Для меня ситуация возникла, что я здесь не смогла себя найти в той же сфере, как я работала в Америке, в телекоммуникационных сферах, да, там, 500-ая связь. У меня были звонки из Мегафона, из крупных российских компаний, но вопрос стоит сразу переезда в Москву. Для меня, в частности, нашелся вариант, это переводы. То есть, или дистанционная какая-то работа. Дистанционная работа, которую, в принципе, можно и из США делать, и получать американскую зарплату, находясь в Краснодаре. Идеологическая страна, она вообще присутствовала в твоем выборе, либо нет? Ты знаешь, Женя, изменилось отношение к нам, вообще, русскоязычным людям после начала СВО. То есть, на тебя начали смотреть, на тебя начали оглядываться, на тебя начали подозрительно относиться, не говоря уже о том, что нападки украинца появились у нас. В Далласе? Да, на меня напал, человек со Львова. Зачем? Он услышал, что я по-русски разговаривала по телефону. Я разговаривала на русском языке, по телефону он услышал и подошел ко мне, спросил меня на английском, если я из России, я подумала, что человек, ну, говорит с акцентом, наверное, какой-то из иммигрантов. Я начала говорить, что да, я из России, вот, и, в общем, он начал, он был очень-таки поддатый, начал кричать Львив, Львив, я даже не поняла сначала на минуту, что за Львив, а, оказывается, Львив, это он был со Львова. Понятно. Вот, и начал кидаться с кулаками, его большой черный товарищ его сзади скрутил. Я пытаюсь, знаешь, с чем разобраться, тебя тянуло как-то, как некоторые рассказывают, на родину, либо нет? И это нормально, если нет, потому что кто-то говорит, ой, я так хочу, вот к родным березкам, к оливье, к своим. Да, да, да. Было? Да, было. Здесь семья, чем старше я становилась, тем больше хотелось быть со своими друзьями, со своими родственниками, которые постоянно что-то там отмечают, какие-то дни рождения, какие-то юбилеи, ты вот, как бы, получаешься выброшен из этой вот колеи, да, то есть ты не там. Пока маленькие дети, вроде как, ну, деваться, во-первых, некуда, да, то есть эти маленькие дети, тебе нужно все равно сидеть, с такими детьми возиться, ты не можешь их вывезти, потому что отец американец, ты просто так не можешь собраться и уехать с детьми, да. А когда уже дети выросли, вот теперь я уже могу вернуться к своим березкам, своим корням, к своим родственникам пойти на шашлыки, вот этого очень не хватало, это те, которые уезжают, они должны осознавать, что вот этого всего, к чему мы привыкли с детства, семейные застулья какие-то, с друзьями, какой-то поездки, какие-то, отмечания праздников, этого всего вам хватать не будет, даже если вы пойдете в русскоязычную комьюнити, там такой будет сбор, то есть там кто-то будет там из Казахстана, кто-то из Узбрюкистана, то есть это не будет та же самая атмосфера. И вот мы, наконец, здесь, и сын, слава богу, здесь, и слава богу, мой сын, наконец, может есть нормальную еду, не модифицированную, в шоке от таких помидорчиков, огурчиков, сырничков, вот этой всей вкуснятиной, вот, наблюдать этих всех красивых девочек, дышать ну, слушай, тогда, окей, я в целом понял, конечно, там могут быть еще какие-то у тебя причины, но концептуально понятно, значит, из-за сына здесь проще, комфортнее, дешевле, и есть возможность, и плюс идеологически уже тянуло назад к своим корням, плюс ситуация вот эта вся Россия, Украина, все понятно. Тем россиянам, которые сейчас хотят, вот сейчас, которые сейчас хотят туда ехать, я уже не советую ехать туда вообще, то есть уже сейчас переезжать в Америку, и там надеяться на то, что вот как раньше там, вот туда приезжать, там Силиконовая долина, сейчас увольнение сокращают по всей Силиконовой долине, аж перья летят. Вы мне не верите? Зайдите в Фейсбуке, группа называется «Русские в Майами» или «Русские во Флориде», почитайте, которые люди свежеприехавшие, как они ночуют на пляже в палатках. Ну, у всех же ситуация индивидуальная, сейчас кто-то скажет, почему вы обобщаете, а у меня все нормально, я переехал и нормально. Ну, вот я по этой группе поняла, что те, кто переехал с большой котлетой, как говорится, да, то есть продав квартиру, вот у них все нормально, они эти котлеты проживают, вот точно. То есть тоже важный момент, у кого здесь дофига денег, кто все продал, то нормально. А если мы сейчас говорим про тех, кто ищет вот этого розового счастья на Западе, сейчас уже не особо. Нет, уже не особо. И даже те, которые перебрались вот недавно через границу, я смотрела, там попадаются интервью там свежеприбывшие, нам дали там бесплатно телефон, нам дали бесплатно какую-то там еду, бесплатное какое-то питание, но, во-первых, ну, это только для нищих в Америке дают, и вам, которые свежеперебрались, да. С голоду, конечно, вы не умрете, вы пойдете, вам, вам не надо вот 600 долларов в неделю на питание тратить, как я трачу, да. Вы пойдете, вам дадут какие-то банки, ну, просроченные, не просроченные, но с ГМО или там с собой, то, что я бы вот есть никогда не стала, вам это дадут. Блин, сейчас подумаю, что мы специально опускаем. Я пытаюсь в практический момент узнать. Ну, то есть какая-то помощь будет вот у тех, кто по программе едет? Да, сейчас, как я поняла, что эту программу начали прикручивать очень сильно, потому что Байден, дело подошло к выборам, и там начало пахнуть керосином. Ну, то есть общий посыл, потому что мы можем говорить не ехать. Вот, только мы общими мазками от тебя. Это твой посыл. Мой посыл. Я считаю, что ехать, если вы не ехали и не едьте, кроме как, если вы хотите все свои деньги, которые вы привезете туда, просто потратите, и вы останетесь и там. Будете потом просить на группе Фейсбука, помогите, где денег дайте на переех. Ну, то есть реально, если есть деньги, как говорится, котлеты, лучше купить недвижку здесь. Лучше купить недвижку здесь. И лучше ерундой не заниматься, а пахать и зарабатывать деньги. Однозначно. И это сейчас, чтобы никто не подумал, это не пропаганда, я реально практически вещи пытаюсь придумать. То есть деньги есть, бери ипотеку, особенно если молодая семья, зачем туда ехать, сейчас льготы, да, бери ипотеку, нормальную квартиру и устраиваться. И не заботитесь за детский садик, который там придется вам по минимуму 2000, если приличный садик, это может быть 2500 долларов за то, что у вас один ребенок будет находиться в детском саду. И это не значит, что они будут там в кроватках лежать и кушать трехразовое питание. Америка, которая была 25 лет назад, это уже вообще не та Америка. Как Байден тот же постоянно хвастается, ну так хвастается в негативе, отзываясь о России. Вот с России уехало более миллиона человек, потому что они не видят будущего в России. Он постоянно эту цифру приводит. По-моему, в последний раз он уже сказал, 2 миллиона человек уехало. Завтра будет 3 миллиона человек уехало. Но видишь, твой случай, что ты вернулась наоборот. Ну у меня, я говорю, много, очень много знакомых, которые либо уже вернулись, я вот говорю, рядом со мной жила семья, они уже в Москве. Есть знакомые, которые со Швейцарии уехали. У меня есть подписчики, которые мне спрашивают конкретно, Юля, как перевезти деньги, как купить квартиру, как найти работу. Мы готовы уезжать. Это люди, которые прожили от 25 лет и больше. Ну 20, может быть, лет. У некоторых американцев мужья. То есть муж дошел до того, что муж уже получает пенсию. Ну там полторы, две, три тысячи долларов. Они понимают, что они не выживут на эти деньги. И они говорят, как нам уехать в Россию, чтобы мы могли там хотя бы начать уже жить, а не пахать до 80 лет. А скажи, у вас в Шереметьево никаких проверок не было? Ну мы через Сочи летели. Мы летели через Сочи. И заняло... Те, кто боится, и кого нагнетают, нагнетают, что вот вы будете ехать, вас там поймают, вас там задержат. Заняла проверка сына 10 минут. У него американский паспорт? Американский паспорт. Никогда не был в России. Вот. Виза у него была гостевая. То есть не туристическая, а гостевая. Визы, кстати, дают очень быстро. Те, которые говорят, что а стоит ли вообще подавать на визу, получать, какие-то там проблемы. С российской стороны вообще никаких проблем. То есть если ты американец, туристическую гостевую визу без проблем. Никаких со стороны России нету на американцев каких-то там санкций или каких-то там наездов. За неделю мы получили визу. За неделю на таможне. В Сочи мы прошли за 10 минут. Все. Прикольно. А он гражданство планирует, как вы? Ну, конечно, сейчас, слава богу, хорошая программа. Во-первых, вот это репатриация есть. И есть воссоединение соотечественников. То есть, ребята, у кого дети не говорят по-русски, им не нужно будет сдавать экзамен на русском. По маме или по папе, если прямая линия, вот тоже, слава богу, наше правительство поняло, что нужно людей возвращать. Как ему понравится. Я уже вижу, что ему нравится. Особенно девочки. Да, все это просто замечательно. Я советую ему записаться на разговорный клуб по английскому языку. А где у нас такой искусств? Я тебе подскажу. Там девчонки приходят. Да, и что? Вот это что нам надо. Он будет звездой там. И он так познакомится там. И там не в ресторане, не в ночном клубе, а там такие хорошие девчонки приходят. Ну, которые образование, которые потенциальные кандидатки на нормальные отношения, а не вот это вот там, купи мне там коктейль. Нет, нет. Там серьезные нормальные девушки приходят, которые хотят изучать английский язык. Поэтому он там будет просто звездой. Видишь, какой эти лайфхак дают? Да ну, Женя, ты просто вообще супер. Это прям то, что нам нужно. Это то, что нужно. Потому что не надо там ни в какие эти ночные клубы. Нет, нет, нет. Там неправильные краснодарские девушки. А вот там на курсах английского языка там хорошие. Отлично. Ну, слушай, это будет супер. Я был в месте, где Кеннеди убили. Там эти до сих пор кресты на асфальте. Есть, есть. Есть там кресты. Это я видел все. И также Texas Cowboys. Стадион. Стадион. Я был там на экскурсии. Там вот эти локеры показывают. Ну, то есть убийство Кеннеди. Texas Cowboys. Да, у нас рядом есть вот этот городок Форт Вольф. Да. Вот. И в нем есть Родил. А сколько вам лет? 17. 17. Юля приехала после 25 лет жизни в Техасе, в штат. И у нее сын 21 год. Американец. По-русски вообще не говорит. Неделю назад американец приехал, молодой, вот как вы. Наши возвращаются. Вы были в штатах? Нет. Нет, кстати, молодежь. А переехать из Краснодара в Техас или там в Лос-Анджелес. Хотите? Нет. Так резко точно нет. Ну, есть там на учебу хороший вуз. Нет? Краснодар лучше, да? Ну, да, получше будет. Климат хороший. Климат отличный. Климат отличный, да. Ну, ладно, все, счастливо. Вот, молодежь Краснодарская. Да нет, здесь ребята добрые, нормальные. Ну, есть, конечно, в любом городе всякие там, ну, люди. Но в целом, в целом нормально, безопасно. По крайней мере, ну, вот музыкальные, но в центре, сколько я хожу, и в 2, и в 3 часа ночи. Вообще безопасно. Никаких вообще. А вот рестораны, кафе, вот у нас вот эти всякие вот сыроварни. А сейчас подумаешь, что я рекламирую. Я ничего не рекламирую, я просто показываю, что вижу. Да, ну, шикарные рестораны. Вот такого есть, такого нету, мало? Вот очень мало таких приличных ресторанов. Вот, я показываю тоже на своем канале, типа, написано, ресторан. А там вот как офисное помещение, и это ресторан. И я вообще говорю, да. Да ладно, ну, что прям везде там, я был в Далласе, там какие-то стейки были. Никакой особо культурной жизни, даже ночные клубы, по-моему, уже то в 12, то в 2 закрыты. И по мнению моего сына, он попал вот в Краснодар в ночной клуб, его друзья сводили. В тень пойдем. И он просто сказал, что такого даже близко вдало себе для молодежи. А в какой ночной клуб? В какой ночной клуб? Да вот тут на Красный его посвели, там в какой-то первый попавшийся клуб. Он говорит, это даже близко не стояло, самого крутого клуба Даллас. Серьезно? Да? Это Краснодар даже не Москва же? Нет, мне надо с ним сходить, куда-нибудь здесь полно мест. Ты знаешь место, где Краснодар назвали Краснодаром? Не знаю. Не знаешь? Сейчас я тебе расскажу, ты чего. Вот это место. Краснодарская филармония Григория Пономаренко. Раньше это была не филармония, естественно. Это был, по-моему... Ну, там написано на всех этих табличках. Значит, 20-й год. Здесь было заседание, ну, коммунистов, это партия там и все остальное. И они сказали, Екатерина, она какая-то такая плохая немка. Наследие от нее, ну, не нужно нам. И они придумали вот этот Краснодар. Отправили вот отсюда, прямо из этого здания, телеграмму в Москву. А в Москве все подтвердили. Тогда екатеринодарцы, они даже не знали, что это все происходит. С ними никто не советовался, никакого вопроса не было. Просто, по-моему, там через какое-то время, это был начало декабря, в газетах все узнали, что теперь Екатеринодар стал Краснодаром. Вот такая история. То есть, а приняли решение вот в этом здании. Вы что-то хотели у нас спросить? Нет, просто мне интересно. А, человек приехал из Америки после 25 лет жизни в Далласе. Вернулись, возвращаются наши. А, прикольно. Да. А вы местный? Да. А вы знаете место, где Краснодар назвали Краснодаром? Нет, точно не могу сказать. Не знаете, вы рядом с ним стоите сейчас. Вот эта филармония, она раньше была не филармония. А, ничего себе. И вот Екатерина, да, Е. Да. Все, стал Краснодар. Вот, вот отсюда. Поэтому знайте. Хорошо. Кстати, смотри, вот типа украинская кухня. Но это не украинская, это кубанская, да. Я раньше именно сюда постоянно приходил, потом мне надоело. Хочется уже что-то такое более тихого. Ага. Посидеть, чтобы никто не отвлекал. Но мне, конечно, в плане архитектуры, ну не все тут нравится. Я имею в виду, даже в центре непонятно. Некоторые вещи мне непонятны. То есть улица вот эта красная, в сторону уходишь, пара улиц нормальных, а потом начинается что-то такое, что-то такое, но не очень. А мне нравится, знаешь, здесь вот этих кафе много, таких на улице. Кофейный формат, это популярно в Далласе, кофейне на улице? Нет, нет, нет. Может, Starbucks, это все твое. И все. Starbucks? А такие, знаешь, более, более такие... Нет, практически нет. Нет? Я как-то монополию забрал Starbucks. Слушай, ну интересно, да, Даллас, а теперь Краснодар. Ну, по Краснодару я когда хожу, ты по центру можешь ходить и гулять. В Далласе в центре, в принципе, никто не гуляет. То есть просто как вот мы пошли и идем целую улицу гуляем. Так никто не гуляет. Не гуляет? Нет. Ну, в Краснодаре все уютно. Люди гуляют, наслаждаются жизнью. Народ, ну вот такая история переезда. У кого-то история будет абсолютно другая. Кто-то скажет, может быть, со стороны даже посмотрев, зачем, зачем она это сделала. Ну, потому что. Потому что захотела. А кто-то не захочет. Кто-то, может быть, там, я не знаю, живет в другом городе США, в Лос-Анджелесе. Может быть, у него все круто. Ну, ему, значит, тогда не надо переезжать. А Юля захотела. Поэтому пусть каждый в похожей ситуации поступает так, чтобы ему лично было хорошо. Но тенденция это есть. Ее нельзя просто игнорировать. Многие-многие россияне сегодня реально из Америки, из Европы, из Канады. Ну, много случаев. Реально много случаев. Не только россияне. Даже сами иностранцы переезжают в Россию. А россияне, ой, те, кто переехал когда-то из России, вот в США, в Канаду, в Европу, очень-очень многие возвращаются. Что у вас там, я не знаю. Но считайте, думайте, смотрите, размышляйте и принимайте самое верное для вас сегодня решение. Все, всем удачи, пока. Мирного неба над головой. Если есть на свете рай, это Краснодарский край.